Кризис доверия Но все вы, конечно, слышали, а некоторые много раз говорили о том, что сейчас очень непросто найти качественного сотрудника. Я занимаюсь работой с резюме несколько раз в неделю и очень часто, беря в руки это резюме, я поражаюсь тому, что человек 25-26 лет от роду успел уже поменять 8-10 компаний. На самом деле очень многие молодые люди, современные молодые люди, приходят в компанию и не собираются связывать свою жизнь с нею надолго. Они не относятся с огромным доверием к этой компании и ничего особенного от нее не ждут. Небольшая зарплата, ну, немножко посмотрите, как устроен этот бизнес. Но если завтра я увижу в сети какой-то интересный семинар в Крыму, то я, не раздумывая, брожу эту работу, и поеду на семинар в Крыму. В свою очередь и работодатели тоже, получая сотрудника, сейчас намного меньше, чем раньше, а у меня уже не очень мало лет, гораздо меньше, чем раньше, вкладываются в этого сотрудника. Прямо так сразу посылают его на обучение, начинают как-то взаимодействовать с ним активно, пытаясь вырастить из него стабильного специалиста в свою компанию. Я помню, как несколько лет назад, на самом деле довольно много лет назад, моя помощница, сейчас такая бизнес-вумен, которая занимается серьезным туристическим бизнесом, написала мне в отчете, в Марину вложила всю душу. Марина – это была, значит, девушка-секретарь, которая пришла, да, значит, вылиться в нашу компанию. Марина уволилась через две недели, и вот моя помощница Лена едва не плакала. Да, значит, вот в этой ситуации. Понятно, что в следующий раз она уже немножко меньше вложила души, да, и со временем случается так, что недоверие усугубляет и без того непростое положение на рынке труда. Мы довольно долго в нашей компании удерживались от создания скриптов для общения с потребителем. Все, конечно, хорошо понимаете, что такое скрипты. Это когда вы звоните в компанию, и вам отвечает такой вот лишенный эмоцией голос, практически без эмпатии. Я помню курьезный случай, когда я как-то попыталась, позвонила, да, в одну компанию, пытавшись, но если не сделает так, чтобы они исправили свою ошибку, совершил их в отношении меня, то хотя бы извинились. И исполнилось этим ответом. А у нас этого нет в скриптах. Вот прямо так у меня по кипителю, по телефону. Представляете, компания не доверяет сотруднику сказать пару слов, что называется, без протокола. Да, девушка, ну вот, чувствуя себя очень так уже скверно, да, сказала мне, нас накажут, если мы скажем что-нибудь не по скрипту. Да, то есть вот просто извиниться, да, столкнувшись с недовольтворенным покупателем, да, что явно пойдет на пользу компании. Скрипты созданы для того, чтобы мы могли относиться к сотрудникам как к одноразовым солдатам. Да, проверить то, что человек выучил скрипт гораздо легче, чем научить его, ну, действительно знать организацию, да, действительно проявлять эмпатию. По роду своей деятельности я довольно много сталкиваюсь с молодыми мамами. И вот с огромным сочувствием я наблюдаю у многих-многих-многих из этих мам, ну, просто-таки невротическое недоверие ко всем и ко всему, что хоть как-то приближается к их ребенку. Я прекрасно помню, как много лет назад я сама впервые привела своего ребенка, свою дочь в детский сад. К счастью, это был государственный детский сад, который не предполагал никаких форм родительского контроля. Мне пришлось, пришлось довериться и собственному ребенку, и этому детскому саду. Мне пришлось воспитывать ребенка так, чтобы я была спокойна, что с ней ничего там не случится. Очень-очень важная опция, очень важное умение доверять и доверяться. И, как мне кажется, современное общество понемножку утрачивает эту способность. И сегодняшний диктат потребителя формирует прямо-таки невроз потребителя, из-за которого потребителю начинает казаться, более того, он становится совершенно уверен в том, что без его неусытного контроля ничего в природе вообще не может произойти. Я вспоминаю, что не раз и не два я оказывалась в салоне автомобиля, например, в роли пассажира или в салоне самолета. Так вот, порой я ловлю себя на абсурдном ощущении, что никто иной, а именно я, управляет этим самолетом или этой машиной. Слава богу, я стараюсь сохранять то самое пресловнутое критическое мышление. И когда я ловлю себя на таком ощущении, то я признаю его патологическим. К сожалению, далеко не всегда происходит так. И, к счастью, у меня есть иной паттерн. Например, если мне нужна какая-то операция, пусть даже не большая, а астоматологическая, я понимаю, как важно мне довериться врачу. Как мне важно, чтобы мы стали как бы одной командой. Конечно, мне далеко не все равно, что за человек будет этот врач. И бывало так, что я просто вставала и уходила, если чувствовала, что не могу довериться. Но выбрав, выбрав, я отдавала себя в его руке. У меня есть такое умение, слава богу. И я ассоциировала уже свое благополучие, тот благоприятный исход этой ситуации, с тем, как уже я буду слушаться этого врача, выполнять все его распоряжения, какие-то его рекомендации. Знаете, засыпая на операционном столе, ты ничего, к сожалению, не можешь контролировать, да, или к счастью. И поэтому способность довериться врачу – это, ну вот, то единственное, да, что может тебе помочь. Вот такая настоящая драма заключается в том, что очень похожим образом зачастую строятся и наши отношения, наше общение с нашими детьми. Надо вам сказать, и не думаю, что вы со мной не согласитесь, что ребенок – это вообще существо, которое большую часть своей жизни проживает по скриптам. По скриптам, которые пишут для него родители, учителя, да, управление образованием. Вы знаете, я удивляюсь, да, вспоминая, что мы создавали нашу школу 30 лет назад. Помните, что это были за времена, да, те самые 90-е. Времена, когда на улицах стреляли, да, когда Петербург удостаивался невестного звания криминальной столицы России. Так вот, тогда находились родители, и их было очень мало, которые считали возможным отдать своего ребенка в школу, у которой не было помещения. Они считали возможным отдать ребенка людям, у которых пока нет никакого опыта. Я открою страшную тайну, да, и педагогического образования у нас тогда очень мало у кого было, у меня не было. Тогда мы были обличены необыкновенным родительским доверием, и это очень поддерживало нас и очень нам помогало. Сейчас у нас все это есть. И педагогическое образование, и прекрасная история, и умение, и опыт, да, и тем не менее между нами и нашими клиентами намного больше недоверия. И я думаю, что дело тут не только в нас. Я вспоминаю, что, имея 7-8 лет от роду, я несколько раз в неделю самостоятельно ездила с двумя пересадками из веселого поселка в центр города, на Невский проспект, потому что хотела заниматься в конце пионеров. Драматизм ситуации в том, что сейчас, когда, если объективно рассмотреть вокруг, ситуация гораздо более спокойная. В руках у каждого ребенка смартфон. Тем не менее, я сталкиваюсь с потрясающим недоверием родителя и к ребенку, и ко всему, что вокруг него, да, и с потрясающей неспособностью родителя отпустить ребенка от себя хотя бы на шаг. Так, родителю непрерывно надо знать, где ребенок находится, поел он или не поел, с кем он общался, почему он с этим общался, а с этим не общался. Родителям очень важно знать, что ему задано. Не только в первом, но и в третьем, и в пятом, и в седьмом классе. Родителям надо знать, когда и какое будет мероприятие. Проехали мы или не проехали мост, если едем на автобусе. Никак иначе, кроме как МИБРУС, назвать я это не могу. И когда я думаю обо всем об этом, то я понимаю, что это неправильно, и что так не должно происходить. И я понимаю, что дело не в пресловутом ином времени. Все дело в тараканах, в наших головах. Если мы не научимся доверять, то наше будущее – это общество глубоко инфантильных людей. Не доверяя ребенку, не позволяя ему сделать ни одного самостоятельного шага, мы на самом деле драматически инфантилизируем его. Мы формируем у него так называемую научную беспорядность. И ребенок в 7 или 8 лет действительно ничего не может, кроме как дожидаться, пока родители приедут за ним и отвезут его куда-то там. Большую такую грустную иронию вызывает у меня и тот факт, что наша образовательная система не доверяет даже тем, кто обречен самым большим государственным доверием, кто должен и государственным, и человеческим, кто должен воспитывать и образовывать. Но при всем при этом наши вузы не имеют права выбирать себе студентов сами. Это какой-то абсурд. Я ничем не могу это оправдать. Они выбирают их строго на основании ЕГЭ. Учители школы не могут выбрать программу, не могут выбрать учебник, не могут самостоятельно решить, что может и должен проходить более способный ребенок и менее способный. Да, я открою страшную тайну. Бывают более способные дети и менее способные. Подчас в разных предметах я разделяю это мнение злобом нашей школы. Все дети талантливые. Но талантливые они в разных областях. Я совершенно не вижу причины образовывать их абсолютно одинаково, как бы вставляя в них, как в роботов, определенные чипы, которые по чьему-то разумению непременно должны у них в головах возникнуть. А вместе с тем в образовательном пространстве существуют и абсолютно другие примеры. В недалекой от нас Финляндии именно доверие провозглашено основным принципом, основной образовательной доктриной всего общества. Полное доверие всех ко всем. Учителей, ученикам, надзорных органов, там нет надзорных органов, министерства, к учителям, там нет проверок, там нет очень многого того, что есть у нас. Когда я впервые услышала об этом, будучи в Финляндии, я подумала, что я ошиблась, я не могла в это поверить. То есть это так непривычно для нашего уха и для нашего сознания, что просто ничего более шокирующего я не слышала, наверное, за последние 10 лет. Но вы знаете, как только первый шок проходит и как только эта концепция озвучена, она сразу же представляется очень естественной. Ведь правда. совершенно естественно, кто, если не учитель, знает, что нужно тому или иному ребенку. Кто, если не ребенок, лучше всех знает, сколько ему нужно сделать, там, не знаю, задач, для того, чтобы усвоить эту тему. Здесь, конечно, многие полинерции начнут говорить о том, что как, как можно доверить ребенку, да, знать, что он может и что ему может проходить в Финляндии, доверяют. А вдруг он потом передумает. А вдруг, как будто бы нельзя, тогда, когда он передумает, и вернуться к этому вопросу. Я, там, педагог с очень большим стажем, я скажу вам совершенно серьезно, ничего страшного не произойдет, да, если ребенок начнет осваивать квадратное уравнение, там, не знаю, не в седьмом, а там, в девятом классе. Ну, он просто ровный, ничего страшного, да, он прекрасно справится с ними, да, там, в этом возрасте. А между тем, я тут, готовясь к этому выступлению, вывела такую формулу, да, доверие – это презупция адекватности. И, конечно, так же, как презупция невиновности не предполагает абсолютной невиновности всех и каждого, да, не говорит о том, что вы никогда не встретитесь с виновными, да, что не бывает торговых. Так же, презупция адекватности не означает, что каждый человек напротив вас непременно адекватен. Но, послушайте, если мы решаемся, если мы идем на то, чтобы не позволять себе называть виновным человека без суда и следствия, да, вот просто так, да, значит, по чему-либо желанию, почему же мы идем на то, чтобы наших собственных детей признавать не вполне адекватными, да, то есть вести себя с ними как не вполне адекватными, просто потому, что нам так спокойно. Недоверяя, мы бесконечно унижаем объект нашего недоверия. Мы лишаем его ощущения вот этой самой адекватности. Мы, вдумайтесь здесь только, да, мы учим роботов играть в шахматы, да, сочинять стихи и заниматься творчеством. И при этом мы почему-то миримся с тем, что человек реализует жесткую программу, достойную лишь самых примитивных роботов. Что наши сотрудники работают по скриптам, что наши дети по сути такие сотрудники, да, лишенные, ну вот, право на собственное мнение. И, вы знаете, в конце своего разговора я хочу сказать, что я верю, что доверие спасет мир. И если нам хватит смелости прекратить контролировать все и вся, если нам хватит мужества заглянуть в глаза каждому сотруднику, постараться доверить, довериться ему, понять, в чем именно мы можем ему безусловно и беспрекословно доверять, если мы сумеем дать ему каждому нашему сотруднику расти и развиваться, если мы прекратим думать, что нашими понятиями и ограничим мир, то очень может быть, что совсем скоро в недалеком будущем маленькие дети, играя и фантазируя, будут создавать неведомые ранее устройства и приборы, а учителя будут рассказывать друг другу не о том, как дать квадратные уравнения, те же самые, да, или дроби, а будут с удовольствием делиться друг с другом тем, какие проблемы современного общества разрешили их замечательные ученики. Ну и совершенно точно у каждого из нас с вами будет гораздо больше времени для отдыха, для творчества, для любви, наконец. И я верю, что когда-нибудь именно так все и будет, потому что я доверяю современному обществу. АПЛОДИСМЕНТЫ